Классовые отношения Фильм Даниэль Уе и Жан-Марий Штрауба По роману Франца Кавки «Америка» Операторы Вильям Лубчанский, Каролин Шампантье и Кристоф Полок Авторский перевод Антона Алексеева для ArtVideoDVD Мой зонтик Что вы колотите, как сумасшедший? Я заблудился Дороги я как-то не замечал, а это оказывается жутко большой корабль Да, тут вы правы Входите же, нечего на пороге стоять А я не помешаю? Да чем вы можете помешать? Вы немец? Немец, немец Проходите, садитесь Вы знаете, я совсем забыл про чемодан А где он? На палубе Чемодан очень вам нужен? Конечно Так зачем вы доверили его? Я еще и зонтик внизу забыл Ну и побежал, а чемодан тащить не хотелось А теперь вот еще и заблудился Вы один едите? Без взрослых? Да Один А теперь еще чемодан потеряли О зонтике я уже не говорю Но чемодан, наверное, еще не пропал Блажен, кто верует Но тогда мне надо лежать Да сидите вы Это почему же? Потому что смысла нет Скоро я тоже пойду Вместе и выйдем А чемодан либо уже украли И тогда дело дрянь Либо где-то оставили Народ скоро схлынет Мы его легче найдем И зонтик ваш тоже А вы хорошо знаете корабль? Так я же тут кочегар Вы корабель не кочегар? Ну да А я всегда техникой интересовался Я обязательно стал бы инженером Если бы не пришлось в Америку отправиться Так зачем же отправились? Да так Значит была причина Теперь вот и я могу стать кочегаром Моим родителям уже все равно, кем я стану Мое место скоро освобождается Вы уходите с корабля? Так точно Сегодня отчаливаю Так почему? Вам что здесь не нравится? В том-то и штука Что нашего брата не больно спрашивают Нравится ему или нет Хотя вообще-то вы правы Мне это не нравится Совсем не нравится Вы, конечно, не взяли с кочегара Подумали Но учтите Именно так проще всего в кочегаре угодить Только я вам решительно этого не советую Коли в Европе Решили учиться Почему бы здесь вам не хотеть того же? Американские университеты Даже куда лучше Как-то оно так Только вот на это деньги нужны А у меня их считают, что нет Да и учился я не особенно хорошо И не очень-то горевал, честно сказать Когда пришлось школу бросить А здесь, наверное, в школах еще строже И английского я почти не знаю К тому же иностранцев здесь, по-моему, не слишком-то жалуют Вы тоже это заметили, значит? Хорошо, все в порядке Это нам и свой человек Сами посудите Ведь мы на немецком корабле А почему здесь работают не одни, только немцы? Почему главный механик румын? Его фамилия Шубаль Это же неслыханно Нами, немцами, на немецком же корабле Помыкает эта скотина Я же вижу, что вы Не бог весть, какая птица И сами паренек небогатый Но уж больно все это мерзко Ведь я на стольких кораблях служил Я отлично служил Меня хвалили, награждали Я был честный работник моих капитанов Я на торговом паруснике даже несколько лет проходил А здесь, в этом гробу Где все по струночке Где и пошутить нельзя Только болтаюсь у Шубаля под ногами Здесь я лодырь Которого давно пора выгнать А жалование получаю только из милости Вы можете это понять? Я не могу Вы не должны этого так оставить У капитана вы были? У него искали защиты Шли бы вы уже лучше Зачем вы мне здесь? Не слушайте, что вам толкуют А еще лезете со своими советами Ну как, как я пойду, капитан? Это шефская капель КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Корабельный оркестр. Играли наверху, теперь идут укладываться. Значит и нам пора. Пойду в кают-компанию и выложу этим господам все, что я о них думаю. Лина, там жалования дают. Пойдешь? Вот еще стану я утруждаться. Лучше сам мне принеси. Где ты зацепил такого красавчика? Войдите. Войдите. Я хочу с господин главный кассир. Я пришел за зарплатой. Немедленно убирайтесь вон. Позволю себе заметить, что по отношению к господину Кочегару, на мой взгляд, допущена несправедливость. Тут есть некто Шубаль, который над ним издевается. А он, между тем, служил на многих кораблях. Он их сам себе перечислить, если нужно. Он служил безупречно, прилежно, трудолюбив, честно выполняет свою работу. И совершенно непонятно, почему именно здесь, на вашем корабле, он вдруг оказался непригоден. Хоть служба здесь вовсе не так тяжела, как, допустим, на торговых парусниках. Полагаю, всему причиной только кривита и наветы, которые препятствуют его продвижению по службе и лишают его признания, которым в противном случае он давно бы уже пользовался. Я изложил в суд дело о самых общих чертах, о конкретной претензии и жалобе. Он вам выскажет сам. Все правда. Точка в точку. Подойдите сюда. Этот человек известный скандалист. У кассы его куда легче найти, чем в машинном отделении. Шубаль неоднократно говорил мне об этом. Послушайте, вы! Вам не кажется, что в своей назойливости вы слишком далеко заходите? Сколько уже раз вас выпроваживали с бухгалтерией? Чего вы своими вздорными и абсолютно беспочвенными претензиями вполне заслужили. Сколько раз вы бегали отсюда жаловаться в главную кассу? Сколько раз мы вам по-хорошему объясняли, что ваш непосредственный начальник, господин Шубаль, и вы как подчиненные обязаны иметь дело только с ним? Так нет же. Вы еще сюда заявились, и в то время, как раз, когда здесь господин капитан. И вы его даже не стыдитесь обременять своими идиотскими дрязгами. Нет, у вас еще хватило наглости. Получите привезти сюда, в качестве хататая по вашим мерзким делишкам, этого юнца, которого я вообще первый раз на корабле вижу. Давайте все же выслушаем его, раз такое дело. Сдается мне этот Шубаль, что ты и впрямь стал воевольничать, что, впрочем, еще нисколько не говорит вашу пользу. Господин Шубаль несправедлив. Господин Шубаль отдает предпочтение иностранцам. Господин Шубаль выставил меня из машинного отделения и постал чистить гельюный... Что ж, в обязанности Кочегара никак не входит. Это ясно. Говорите проще, господин капитан не в состоянии разобраться, когда вы так рассказываете. Ведь мы мне все так складно излагали. Скажите, а вас, собственно, как зовут? Войдите.